Реклама реабилитационных центров Реклама реабилитационной организации Почему я посвящаю этому отдельный разговор? Главным образом потому, что пытаюсь утверждать, что если мы занимаемся рекламой, то мы с вами обязаны использовать термины науки о рекламе, поскольку, наверное, каждый понимает, что к сегодняшнему дню реклама и маркетинг стали одними из самых главных Социальных наук, хотим мы с вами этого или нет Начать можно с чего угодно Например, авторы очень популярной в России и практически первой капитальной работы переводной в области рекламы, рекламы теории и практика, Сэндвич и Фрайбургер Утверждают, что реклама – это форма коммуникации, которая пытается перевести качество товаров и услуг, а также идеи на язык нужд и запросов потребителя Я хочу обратить ваше внимание, что мы с вами занимаемся не рекламой, а чем-то вообще иным А вернуться нам не мешало бы именно к самой по себе рекламе и к науке о ней Почему? Ну, потому что как-то в нашей области не принято задумываться о нуждах и запросах потребителей Вообще считается априори, что их нужды и запросы понятны Они хотят алкоголя, наркотиков, других психоактивных веществ На самом деле, ровно на таком утверждении, на мой взгляд, погорела современная медицинская наркология Она переживает крах, я имею в виду не профессиональный крах, не крах отдельных специалистов и даже не отдельных методик, я не хочу сегодня поднимать эту тему Она переживает крах экономический Ну, очевидно любому человеку, который начнет исследование этого вопроса, что она не выполняет ни своих бюджетных обязательств, ни своих обязательств перед президентом по оздоровлению населения В общем, короче говоря, макросоциальные и макроэкономические показатели, чем бы это ни оправдывалось, не выполнены Почему это происходит? Ну, на мой взгляд, по очень простой причине Наркология – это агрессивная медицинская наука Единственная медицинская наука, которая исходит не из жалоб больного То есть не из тех самых нужд и запросов потребителя Которая исходит из общего утверждения Алкоголик или наркоман – это враги общества И поэтому они обязаны лечиться А если они не хотят лечиться То есть если предлагаемое лечение не соответствует их нуждам и запросам То это означает только одно – их нужно доставить на лечение принудительно Это, собственно, прямое и непосредственное утверждение Евгения Алексеевича Брюна Почему я вспоминаю сегодня снова многострадальную наркологию? Ну, потому что, занимаясь реабилитацией, мы никак не можем повторять ее ошибок И если наркология еще долго будет пытаться обманывать государство Получать бюджет, пытаться его пилить То у нас с вами фактически такого бюджета нет И мы должны зарабатывать деньги И, следовательно, хотим мы этого с вами или не хотим Нам придется говорить и думать об интересах клиента И, между прочим, еще один замечательный автор теории рекламы – Джеймс Агилви В книжке «Искусство создания рекламных посланий» Тоже очень популярной книжки у нас среди специалистов по рекламе Так вот, он, приводя пять основных заповедей рекламы Пишет в качестве первой заповеди Реклама не должна быть агрессивна Рекламную кампанию не следует путать с войной Можно сказать так Наркология агрессивна Она путает рекламу с войной И из-за этого стремительно теряет популярность И мы находимся на своего рода водоразделе Либо мы сможем понять, что так поступать нельзя И что заниматься нужно именно и конкретно рекламой Или мы никогда не будем иметь ни популярности, ни эффективности Что для этого нужно? Ну, нужно в конце концов понять то О чем мы говорили на недавнем семинаре по теории зависимости А говорили мы о том, что на самом деле Ни алкоголь, ни наркотики не являются подлинной человеческой потребностью Говорили мы о том, что они представляют собой Подмену, симулякр, протез, костыль подлинных человеческих желаний Я, конечно, не буду повторять всю теоретическую часть Но для нас это обозначает Что настоящий мотиватор Настоящий продавец услуг своего реабилитационного центра Человек, который хочет сделать так Чтобы его центр пользовался спросом В любом случае будет думать о том Какие потребности скрываются Какие потребности скрыты Под желанием человека принимать психоактивные вещества Да, это требует определенного рода таланта И даже эмпатии И, между прочим, специалисты по рекламе При рекламе, когда вы придете учиться Действительно на рекламного агента Или агента по маркетингу Скажут вам Что специалист Должен обладать эмпатией и интуицией Потому что он должен почувствовать потребность Социальной группы, целевой аудитории До того, как эту потребность Почувствует она сама Почему? Да потому что Любая продажа Это формирование зависимости Мы об этом говорили несколько раз Я сейчас не буду повторяться Но на самом деле Опыт рекламы нам изучать Можно и необходимо Вот вам определение Социальной роли рекламы Из одного из отечественных руководств Предприниматель, цитирую я В скобках рекламодатель Должен предопределять нужды, желания и интересы Своего целевого рынка И удовлетворять их более эффективно, чем конкуренты Причем так, чтобы поддерживать Или повышать уровень благосостояния потребителей И общества в целом Смотрите Мы с вами имеем все элементы Этого определения Мы должны научиться предопределять нужды, желания и интересы Своего целевого рынка И удовлетворять их Увы Более эффективно Чем наши конкуренты То есть чем распространители наркотиков Сложная задача? Сложная Но если мы с вами Ее изначально поймем То потом все наши действия Все специалисты, которых мы приглашаем на работу Всем становится работать гораздо проще Для того, чтобы То, о чем я говорю, было понятно Давайте попробуем сказать Что существует Что существует некое универсальное Что существует довольно много Универсальных понятий Описывающих Подлинные желания Наших клиентов Те, которые лежат За потребностью в наркотиках Еще глубже, чем это потребность Эти подлинные желания Можно описывать по-разному Ну, например Любой наркотик Можно описывать Как лекарство против страха Как лекарство Против неуверенности в себе Или беспомощности Есть и другой способ Абсолютно универсального Описания этой потребности Мы можем говорить о том Что и алкоголь И любые другие Психоактивные вещества Используются как форма бегства От себя самого Поясню Когда молодой человек на вечеринке Выпивает для храбрости Он это делает Для того, чтобы не быть самим собой Хотя ему кажется И он будет утверждать Нечто прямо противоположное Но тем не менее Он сам Это он трезвый Он комплексующий Перед собственной внешностью Плохо танцующий Или не умеющий танцевать Он считающий Что он не нравится девушкам Он считающий Что он не умеет Хорошо и красиво говорить Смотрите Описывая Для чего молодой человек Выпивает Или для чего он пытается Не быть самим собой Я описываю Я описываю сразу Целый комплекс Его подлинных потребностей Настоящих Для того, чтобы он Не выпивал Или не нюхал Какое-то вещество Перед вечеринкой В клубе Я должен сказать ему Я научу тебя танцевать Я научу тебя общаться И даже более того Я должен ему сказать Я научу тебя быть собой И именно так Можно описать Универсальную задачу Реабилитации Как процесса Юрий Васильевич Крупнов Называет это Развитием А я Искусством Быть самим собой Той самой Уникальной И неповторимой Индивидуальности Молодой человек Боится внешнего мира Он боится Что если он там появится То внешний мир Не даст ему Быть самим собой И это одна из главных Причин Скрытых Не всегда звучащих Интервью и анкетах Употребление Любых психоактивных Веществ И это значит Что мы с вами Должны научить Но Я сознательно Делаю ошибку Потому что Мы должны научить В реабилитационном Процессе Но не можем Писать Научить В рекламном Слогане Потому что Тем самым Мы не учитываем Интересы наших клиентов А наши Клиенты Вовсе не хотят Себя считать Тупыми Которых Кто-то Чему-то Может научить И поэтому Если мы Используем Слово Научить То мы его Используем Вместе с приставкой Вместе с местоимением Мы Потому что Мы В этой ситуации Тем самым Ставим себя На одну На один уровень С наркоманом Показывая тем самым Что мы вовсе Не выше его Мы такие же Просто у каждого Из нас свои проблемы И тогда Мы говорим Или пишем В нашем Реабилитационном Центре Мы вместе Научимся Способам Проявления Собственной Индивидуальности Мы вместе Научимся Не стесняться Во время танцев Мы вместе Научимся Рисовать Писать Читать Мы Вместе Обнаружим Наши интересы Мы вместе Обнаружим Нашу энергию Жизни Мы вместе Обнаружим Нашу любовь К родине Смотрите Это задача Реабилитации Возможно Задача Медицины И можно Описывать Как задачу Избавиться От А задачу Реабилитации Так описывать Нельзя Поскольку Ни от чего Педагог Воспитатель Социальный Работник Избавить Не может Он может Только что-то Принести Чего-то Добавить В пустующее Место В то место Которое Было занято Наркотиком Или психоактивным Веществом В душу И поэтому Реклама Должна строиться На том Что вы Готовы Умеете И хотите Добавить В эту Человеческую Душу Которая Не знает Себя Не знает Своей уникальность И поэтому Не способна К развитию А как только Мы с вами Говорим Избавить От Избавить От Мы делаем Самую первую Рекламную ошибку Мы не рекламируем Себя Мы занимаемся Агрессией Мы говорим Ты наркоман И поэтому Ты должен Избавиться Ну вот Я не знаю У меня Кольцо Возможно Кому-то Нравится Кому-то Нет Я к нему Привык Оно для меня Что-то Значит Имеет Какой-то Смысл Подходит Ко мне На улице Человек И говорит Вам не Идет Это кольцо Александр Геннадьевич Вам нужно От него Избавиться Это Это в любом случае Будет Что угодно Но только Не реабилитационный Процесс А вот Реабилитационный Процесс Будет Если мне скажут Что-то вроде Александр Геннадьевич Такое Красивое У вас Кольцо Вот если вы На каждый Палец Наденете По кольцу Это простейший Психотерапевтический Прием Вполне возможно Что когда я себе Представлю Что у меня все Пальцы унизаны Кольцами Я потеряю Свою мужскую Идентификацию И подумаю Действительно Зачем я Таскаю На кольце На пальце Такое Женоподобное Кольцо А сказать Мне Избавься От кольца Это почти То же самое Что попробовать Содрать его У меня С руки Опять же Не давая Ничего Взамен Я считаю Что Для того Чтобы В начале Пути Не испортить Все дело Нам необходимо Срочно Научиться Задумываться О Рекламных Принципах В нашей Работе Потому что Под вот эти Самые Рекламные Слоганы Что мы Можем Сделать Для Человек Потом Будет Подстраиваться Вся Наша Работа Обратите Внимание В Подписанном Президентом Дополнении К закону На федеральной Службе По контролю За наркотиками Четко Обозначено Везде Что мы С вами Не можем Заниматься Медицинской Реабилитацией А это значит Что мы с вами Не можем Ни от чего Избавлять Мы можем Только Давать Вот давайте Учиться Я не говорю Что сразу Это получится Давайте Вместе Учиться Думать О том Что Именно Мы Людям Даем Извините За внимание До свидания